Всем привет! Вы на канале Тихая Охота. Иногда я от своих подписчиков слышу такое. В той местности, где я живу, у меня нет лесов практически, одни поля и луга. Какие мне грибы тут вообще можно собирать? У меня тут ничего не растет. И поэтому я для вас подготовил подборку топ-5 луговых грибов. И разместил я их по сезонам. А кто из них лучше, решать вам. Ведь у каждого свои вкусы. На первом месте у нас степной сморчок. Его можно встретить где-то в середине или в 20-х числах апреля. Также степной сморчок называют пожарики или гаражки. Из-за того, что они иногда вырастают на местах пожарищей. Иногда мне говорят, что вот мол у нас все распахано и просто степному сморчку негде расти. Но я вам скажу так. У меня тоже здесь в моей местности все распахано и практически негде искать степной сморчок. Но найти его можно. Искать его нужно в местах, где не перепахано. Есть такие островки. Часто они попадаются между полей. Не перепаханы. Это какие-то овраги, косогоры. Причем, почему-то больше всего он не попадается обычно на возвышенностях. Возможно из-за того, что с возвышенности лучше всего разносятся его споры. Степной сморчок, в отличие от остальных сморчков, относится к съедобным, а не к условно съедобным грибам. Это абсолютно съедобный гриб. В ножках степных сморчков очень много мусора. Из-за того, что во время роста он все препятствия как бы обтекает своими складками, обходя их. Из-за этого земля оказывается внутри ножки. Поэтому ножку нужно всегда отрезать. Степной сморчок может выстрелить даже в сухую погоду. Но естественно, когда дождливая весна, то грибов намного больше. Если вы нашли степные сморчки, то я вам советую перед готовкой отварить их. И после этого можно будет промыть складки. Потому что в складках степного сморчка накапливается очень много пыли и грязи. Степной сморчок можно встретить в степной или со степной зонах России, Украины и Казахстана. На второе место я поместил лугового опенка. Луговой опенок можно встретить начиная с конца мая. И затем в течение всего лета, а также сентябрь и иногда даже в начале и середине октября. Если осень теплая. Лугового опенка можно встретить не только на лугах, но иногда и на лесных полянах. Он любит очень редкую траву, в которой ему достаточно света. Еще одно название лугового опенка это негниючник луговой. Из-за того, что за сушливые периоды он высыхает, а затем когда начинается дождь, он начинает восстанавливать свою структуру и снова идет в рост. Но хоть луговой опенок и называют негниючником, во время его первой волны мне он попадается очень часто червивым. Поэтому самую первую волну лугового опенка я практически не собираю. Ножка лугового опенка очень жесткая и из-за этого несъедобна. Для приготовления годятся только шляпки. Собирать лугового опенка лучше с ножницами. Ножом эти маленькие грибочки, ну очень неудобно резать в траве, поверьте. Ножка у лугового опенка очень светлая и только ближе к корневищу она немножко темнеет. Пластинки у лугового опенка кремовые, очень редкие. В молодом возрасте могут быть приросшими к ножке, а постарше отрываются. Шляпка лугового опенка бывает от светло-серого до светло-коричневого оттенка. Из лугового опенка готовятся очень вкусные супы. Также и получается с ним очень даже неплохо жареная картошечка с грибами. А также их можно насушить впрок на зиму. Луговые опята часто образуют ведьмины круги. Но не пугайтесь, это так просто растет грибница, как бы распространяясь наружу. С годами ведьмины круги могут становиться все больше и больше. Но это всего лишь растет грибница. Луговый опенок очень сложно найти в траве. Иногда просто идешь по лугу и вдруг раз, бац, и попадаются луговые опята. Огромные ведьмины круги. Вместе с луговым опенком можно встретить и навозник белый. Навозник белый это один из тех навозников, который как раз можно есть с алкоголем. Это вкусный и даже на вкус сладковатый гриб. Брать нужно грибы только со светлыми пластинками, то есть те грибы, у которых еще не начался автолиз. Автолиз это саморазложение гриба. У навозника он проявляется в том, что у него начинают темнеть пластинки. Затем он весь как бы постепенно темнеет, чернеет, сгнивает и превращается в такую жидкую массу черного цвета. Раньше из этой черной жидкой массы, в которую превращаются навозники, изготавливали чернила, при помощи которых оформляли различные документы и ценные бумаги. Потому что рисунок, который образует споры навозников, неповторим. И под микроскопом можно определить подделку. Белый навозник можно жарить, либо тушить с овощами, а также возможно готовить с ним и другие различные грибные блюда, например грибную икру. Перерабатывать нужно навозник незамедлительно после того, как вы его собрали. Потому что полежав в течение даже нескольких часов, он может просто сгнить. Навозник белый довольно-таки большой гриб, с белой мохнатой красивой шляпкой и довольно-таки толстой до 2 см ножкой полой внутри. Навозник белый можно встретить не только на лугах, но иногда и на огородах, различных мусорных свалках, а иногда даже и в лесу. На четвертом месте шампиньон луговой или шампиньон обыкновенный. Его также можно встретить где-то примерно с конца мая и до конца октября в теплые месяцы. Шляпка у лугового шампиньона с подвернутыми краями и по мере своего роста она распрямляется. Пластинки от белого цвета в молодом возрасте до темно-коричневых по мере его старения. На срезе гриб цвет не меняет, либо слегка розовеет, а затем краснеет. У шампиньона лугового также имеется кольцо, которое с возрастом исчезает. Запах гриб имеет приятный грибной. С шампиньоном можно готовить практически все грибные блюда, если только кроме засолки. На пятом месте у меня всеми так любимая рядовка лиловоногая или синеножка. Рядовка лиловоногая очень любит расти в местах, где очень хорошо унавожена почва. В местах выпаса скота или в местах, где часто выкашивают траву, но при этом никогда ее не убирают. Мне больше всего нравятся молодые синеножки. У старых грибов уже присутствует земляной запах и вкус. Рядовка лиловоногая годится для всех видов кулинарной обработки. Иногда этот гриб можно встретить в небольших количествах в лесах или фруктовых садах. Рядовка лиловоногая, в отличие от лугового опенка, в основном растет рядами, но возможно иногда попадаются и круги. Ножка рядовки лиловоногой синяя, а шляпка темно-серых и светло-серых оттенков. Пластинки синеножки частые и кремового оттенка. Со временем, когда гриб взрослеет, начинают высыпаться споры. Также пластинки желтеют. Лучше всего синеножка подходит для маринада. Но также этот гриб очень вкусный, если его пожарить с картошечкой. Рядовку лиловоногую можно встретить с середины апреля. И ввиду того, что этот гриб может выдерживать морозы от минус 5 до минус 7 градусов, его можно встретить до самого ноября, а иногда и декабря. А вот этот гриб я решил оставить под самый конец на закуску. Мне он попадался в декабре и январе. Поначалу я подумал, что это какой-то родственник лугового опенка из негниючниковых. Ведь у нас очень много грибов, описание на которых очень сложно найти и определить, что это. Многие подписчики мне тогда писали, что он больше похож на фламулину велютипис или фламулину бархатистоножковую, нежели на лугового опенка. Я его впоследствии сравнивал с фламулиной велютипис. Они полностью идентичны. А раз они идентичны, то их можно есть. Я его готовил, жарил с картошечкой, варил супы. И он оказался на вкус такой же, очень вкусный гриб. Я долго не мог понять, почему он вообще там растет на этом лугу. Впоследствии я раскопал то место, где он рос. И он просто рос на корнях каких-то крупных растений. И тогда я подумал, но почему в таком случае он не растет на других корнях таких же растений по всему лугу. Он рос прямо дорожками. Я вернулся к тому месту, где я находил зимних опят. Как их называть? Зимние луговые опята или луговые опята? Я даже не знаю, что думать об этом. Писали мне подписчики, что возможно они выросли на каких-нибудь ветках, коре, дерево здесь. Сейчас будем проверять. Но на самом деле тут в траве и ни веток, ни коры древесной никакой нет. Проверять-то будем, есть ли что в земле. Сейчас вот это чуть-чуть выкопаем. Грибы подмерзли. Ночью был и дождь. Такой ледяной. Ледяной дождь был. И подзамерзло все тут. Грибы как ледышки стоят. Сейчас. Так вот ножом, я думаю, достаточно будет. Достаем. Ну что, смотрим. Ага. Так. Так, 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 так. О! Что здесь в земле? Не ради даже науки мекологии, а ради моего интереса и вашего. Ну, здесь вот такие есть корешки, прям как веточки. Но это корешки трав. Просто мощные корешки трав, травяные. Как таковых именно веток, коры здесь нет. Сейчас пройдемся еще. Посмотрим другое место. Тут их полно было просто вот. Вот здесь идешь, вон там до тех деревьев, кустов. Скажем так. Тут они везде попадались. Или может он, возможно, так перемещается. Я, наверное, перегреваю. Всем удачной тихой охоты. Пока. Пока. Продолжение следует...